Как известно, здоровые и красивые зубы в Северной Америке считаются одним из показателей успеха. И это неудивительно, ведь стоимость стоматологических услуг, протезов и имплантов делают их, если не золотыми, то очень дорогими. Но, к счастью, пока еще не перевелись стоматологи, которые предоставляют качественные услуги по приемлемым ценам. К примеру, стоматологический центр потомственного дантиста Оскара Минкова в Северном Йорке, в Торонто. Оскар, вы, как я понимаю, недавно обосновались в новом пространстве. И, как я понимаю, это позволило расширить спектр услуг. Расскажите об этом. Да, мы переехали действительно на новое место. Это то же самое здание, то есть людям не нужно ничего искать, людям не нужно привыкать ни к чему новому. Мы просто на втором этаже. Даже легче добраться туда. Из-за того, что COVID ввел новые правила по лечению пациентов. То есть каждый пациент должен находиться в отдельном изолированном помещении. Каждое кресло стоит в отдельном помещении за закрытой дверью. То есть люди могут чувствовать себя в полной безопасности. Коронавирус заставил вас переехать в новое, более просторное помещение? Ну, это назревало давно, COVID ускорил, скажем так. Прежнее место не соответствовало новым правилам. У вас теперь больше помещений, что еще? Соответственно, больше помещений, больше специалистов и расширился спектр услуг. То есть мы сохранили преимущество старого офиса и добавили преимущество нового. Например, мы делаем импланты прямо в офисе сейчас. Делает человек с 30-летним стажем. Он, кстати, говорит немножко по-русски, что удобно будет нашим клиентам. И работает хайджинистка, которая занимается чисткой зубов. Также делаем определенные ортодонтические процедуры по выравниванию зубов детям. И хирургию, в принципе, любой сложности делаем сейчас на месте. Понятно. То есть хирургические процедуры, такие как зубные каналы, вы теперь тоже здесь можете делать? Это лечебное, да. Теперь каналы тоже лечим на месте. Есть все оборудование, есть человек, который это делает. И хирургия любой сложности. Даже подрезание уздечки, если кому-то нужно. И самое сложное удаление зубов, пластика десны и так далее. Все делается на месте. Оскар, а что это за вами такое разноцветное кресло? Ну, это кресло, на котором я работаю. Мне самому, в принципе, нравятся цвета яркие. И у людей настроение другое создается. Кроме того, если есть необходимость в детском лечении, мы используем это кресло для лечения детей. Но, скажем так, 95% взрослых пациентов, им нравятся тоже более разноцветные, более веселые цвета. Немножечко их настроение им создает и уменьшает страх и волнение при посещении кабинета. Ваша специальность – вы занимаетесь протезами. Я занимаюсь протезами, да. Протезами, кроме того, я занимаюсь также приборами для уменьшения храпа в ночное время. Все, что съемное, скажем так. И все, что съемное на имплантах. У нас, опять же, мы сохранили свою лабораторию. То есть, мы делаем всю протезную работу на месте. И люди экономят время и деньги, по большому счету. Потому что мы не покупаем готовую работу, а мы ее делаем сами. Еще я помню, что к некоторым пациентам вы выезжаете на дом. Да, для пациентов, которые не в состоянии прийти в офис по состоянию здоровья. Мы выезжаем на дом и протезы, любые виды работы, связанные с протезами, можно сделать на дому. Удобно. Для многих пациентов это вообще единственный выход. Потому что они просто не в состоянии куда-либо сдвинуться. Они прикованы к постели, скажем так. Понятно. Скажите по поводу имплантов. Вопрос такой. Импланты всегда лучше протезов или коронок? Кто может себе позволить, скажем так, да. Импланты действительно это другая лига, как говорится. Это лакшери сервисы, которые, да. Кто может себе позволить, лучше, конечно, зафиксировать протезы на импланты. В ситуации жизни отсутствует один зуб, со всех сторон он окружен существующими зубами. Раньше нужно было пилить два соседних зуба и сделать мост из трех единиц. Человек платил за три единицы. Мост. Несъемный. Сейчас можно поставить один имплант на месте отсутствующего зуба. Это будет даже немножко дешевле по цене, чем мост. И не нужно подвергать никаким изменениям соседние зубы. Проще, удобнее и для здоровья лучше, скажем так. Насколько я помню, вы всегда старались оказывать ваши услуги по максимально низким бюджетным ценам. Сохранили это правило, тем более, что сейчас COVID и ситуация совершенно нестабильна. Мы по-прежнему принимаем пациентов, которые на социальной помощи находятся. Это Велфер, ОДСП, ветеранские страховки. Кроме того, мы делаем скидки определенные для людей с низким доходом. И мы используем все виды программ, которые существуют в Канаде, и все виды страховок, которые существуют в Канаде. И мы делаем так называемый direct billing, то есть мы напрямую посылаем оплату в страховку. Да, мы делаем всю бумажную работу, то есть мы берем это на себя, освобождаем пациенту время. И мы говорим сразу пациенту, что оплачивает компания, что ему придется заплатить. В любом случае это намного дешевле, чем если пациент платит сам за свои сервисы. Я помню, что вы часть семейной династии стоматологов. Да, мама стоматолог, да. Я, скажем, вырастал у кресла стоматологического. Приходил к маме на работу, смотрел, нравилось, ну и таким образом и получилось. Скажите, в принципе, вам нравится заниматься этим? Этим невозможно заниматься, если оно не нравится, потому что несколько и пациенты, каждый приходит со своими проблемами, не только стоматологическими. И, в принципе, процедуры сложные и ответственные. То есть если это тебе не нравится, то этим заниматься ты не сможешь. Понятно. Но все равно давайте о ценах. Как сделать так, чтобы цены на стоматологию пациентов не очень пугали? Ну, смотрите, да, то есть мы делаем, как я уже сказал, мы делаем скидки, во-вторых, используем страховки, и, в-третьих, используем все любые фонды, которые там благотворительных организаций и так далее, и так далее, и так далее. Берем все виды оплаты, в том числе кредитные карты. Пациент может с нами расплатиться и потом расплачиваться в кредит со своей кредитной картой. Кроме того, есть компании, которые предоставляют специальные суды на стоматологию. И, то есть мы работаем с такими компаниями, человек отправляет estimate в компанию, они выделяют определенную сумму денег, он расплачивается с нами и потом расплачивается с компанией постепенно. Иными словами, какие-то варианты всегда существуют. Скажите, у вас, как у члена стоматологической династии, есть какой-то совет людям по поводу сохранения здоровых зубов? О чем не стоит, скажем, забывать? Ну, скажем так, кроме элементарных гигиенических навыков и правил, которые люди соблюдают в основном, не надо бояться приходить к стоматологу. Лучше прийти на осмотр, базовый осмотр раз в полгода и не допускать, не запускать, скажем, существующую проблему, хотя бы знать, что проблема есть и постепенно проблемы свои решать. Потому что если проблемы, предоставленные сами себе, ну, не только в стоматологии вообще, они из плохих имеют тенденцию становиться наихудшими. То есть, соответственно, чем сложнее проблема, тем дороже потом разрешение проблемы. И не только дороже, но тем ее сложнее решить для человека.